Главная елка Риги на Ратушной площади зажглась в субботу вечером. Вторая на Домской площади. Всего же в Риге в этом году украшено 40 праздничных елок. В Даугупелсе главная городская елка стоит на площади Единства. Тысячи гаражам пришли посмотреть, какая она в этом году нарядная. Самоуправление потратило на нее около 70 тысяч евро. В Лепу и елка отражают тему 2027 года, когда город станет культурной столицей Европы. А в Елгове установлена 18-метровая конструкция, украшенная более чем 30 маленькими елками. В каждом городе у рождественской елки и рождественские ярмарки, где ремесленники и торговцы предлагают множество новогодних товаров и угощений. Рождественский рынок – это не только праздник, но и возможность для малого бизнеса. 12 часов понедельника, а народы уже как выходные. Но действительно, покупают ли они что-то или приходят просто посмотреть? «Выходные прошли хорошо. Люди много закупаются. Как местные, так и иностранцы. Я скажу, что начало очень хорошее». «Люди действительно интересуются нашими изделиями, и покупателей было много». «Очень хорошо прошли выходные. Много людей было, много приезжих. Так что мы довольны. Местные покупают, но не так активно, как хотелось бы. «Очень много туристов на этих выходных. Латыши были в основном в воскресенье. Но да, людей много». «Но здесь больше так. Можно и заработать, и получить эти эмоции, которые мы даем клиентам, а клиенты дают нам. Получается, мы друг друга радуем. Это больше не доход, это больше ощущение». «Слабее. Слабее. Все идет слабее». «Про заработок пока сложно говорить. Прошло только три дня. Это мы увидим уже ближе к концу». Но как именно рождественские праздники влияют не просто на микроэкономику отдельно взятой семьи, а еще и на национальную? Могут ли рождественские праздники разогнать потребительский рынок в целом? «Рождество, безусловно, влияет. Например, если смотреть на оборот розничной торговли, в году можно выделить два пика. Первый – это лето, когда в течение нескольких месяцев оборот довольно высокий. В это время люди больше путешествуют, занимаются спортом. Приезжают иностранные туристы, которые тратят деньги. Много всего происходит. Отпуска, больше свободного времени, и это летний период. Второй пик – это декабрь, а также довольно высокий объем в январе. В феврале, наоборот, объем самый маленький, так как это короткий месяц. Сезон скидок заканчивается и наступает своего рода затишье. Таким образом, декабрь – это второй короткий пик оборота розничной торговли. Что касается рождественских ярмарок, хорошо, что такие есть. Они, безусловно, украшают города, поднимают настроение, создают повод куда-то пойти.